Это мой 100к пк, ну был когда-то, в 2016, сейчас я кстати хз сколько у нас. Хе-хе-хе, да клей у меня, у меня даже раз единственное, кто повесит здесь, он... Привет, народ! Да, старое приветствие, а только самые-самые алды вспомнят. Сегодня я решил наконец-то сделать то, что давно пора было сделать, это заменить термопасту, причем заменить не просто на какую-то, на очень хорошую термопасту, так как, ну, надоело мне, что видеокарта максимальной нагрузки 85 градусов, и я не могу ее до максимума разогнать. Раньше мог, раньше разгонял, а потом вот что-то случилось, и как-то уже нет, и я подумал, блин, непорядок, надо что-то решать, и я решил, я пошел вбил новую термопасту. Сейчас я решил прогнать тест, в первую очередь посмотреть, а как все будет работать на старой термопасте со старым разгоном, и посмотреть, какая будет разница, то есть, что я приобрету от новой термопасты, потому что в этом суть. А помимо всего прочего, учитывая, что у вас на тесте Red Dead Redemption, хочу рассказать вам про конкурс на 25 тысяч рублей на канале Алексея Киселева, это не реклама, я сам буду участвовать в этом конкурсе, и Алексей мой хороший знакомый, и у него была просьба, он хотел бы, чтобы участников было побольше, потому что приз большой, а участников всего получается сколько? 3-4 человека, он хотел бы, чтобы было хотя бы 5-6, но чем больше, тем лучше. И условия конкурса, я прикреплю видос с ними в описании, там все расписано, конкурс уже стартовал, будет идти до 29 декабря, до 10 вечера по Москве, и до этого момента вам нужно будет отправить результаты, и суть в чем? Нужно пройти 3 миссии Охотники за головами в Red Dead Redemption 2 на ПК за определенное время. Собственно, чем быстрее, тем лучше. Суть в том, что вы должны пройти полностью по стелсу, никого не убить, все подробности в видео я сам толком до конца его не досмотрел, потому что на данный момент, потому что оно очень большое, но очень хочу, как бы, принять участие, попробовать себя, и вы ничего не теряете, как в любом случае, вы просто поиграете, если у вас получится пройти все по стелсу, скидываете результат Алексею, и посмотрите, блин, вдруг у вас получится, вдруг вы будете самым быстрым, я представляю, что вдруг я, сам того не ожидая, я чисто случайно смогу успешно пройти эту миссию и выиграть эти деньги. Было бы очень круто получить такой подарок на Новый год, это было бы просто шикарно, я бы, я не знаю, я упаду, если такое будет, и я хочу, чтобы вы тоже упали, я хочу, чтобы вы тоже приняли в этом участие, чтобы мы сделали это вместе, и Алексей откомментирует видео с участниками, то есть он будет комментировать ваш скилл. В общем, ссылка в описании, там все подробности, переходите и изучайте, очень интересная тема, я, наверное, прямо сейчас буду смотреть видео, чтобы ознакомиться со всеми деталями, и у меня осталось 8 дней, чтобы освоить этот конкурс, чтобы попробовать себя в роли охотника за головами, который, слушай, никого не убивает при этом. А вот и финальный результат теста, который меня не очень устраивает, ас 80 градусов, при этом я не максимально разогнал видеокарту, и максимально 42 фпс, надо что-то менять. Всем привет, маленькие компьютерные гении, которые думают, что они разбираются в компьютерах. Сегодня мы будем заниматься смазкой. Я по совету своего дорогого товарища, Алексея, купил некую смазку, сейчас я ее покажу. Называется она термальный гризли края нафт. Вот она. Я буду сейчас промазывать свою видеокарту. Насчет звука я не мог его по-другому записать, потому что телефон у меня снимал, а ком был выключен. Вы его увидите позже в видео, то есть я не мог писать на микрофон, так что вот звук только такой. Дальше видео, как уже будем гонять тесты, будет лучше. Вот этим Arctic MX2. Пользовался я ей раньше, но кажется мне, что она, так сказать, воняет хавной. Поэтому я решил купить новую, крутую термопасту. Стоила она мне вот сколько, я просто не помню, на экране напишу. Так, ладно, мне придется тебя убрать. Нам нужно пространство. Термопасту мы тоже уберем. О, он тяжелый. Это мой 100к ПК. Ну, был когда-то, в 2016. Сейчас я, кстати, ХЗ сколько он стоит. Его технические характеристики находятся на ваших мониторах, твою мать. Ну, ради вас, Орла, отключил все проводки, все отключил, поставил сюда, спину чуть не сломал. Ставьте лайк. Я считаю, это заслуживает лайка. И сейчас я покажу вам весь процесс от А до Я. Не будем смотреть вообще, стоила ли эта паста того. Не просравляя свои сколько, 250 рублей? Черт возьми, я чуть крышку не потерял. Она на проводе здесь, знаешь, как варежка. Ее нельзя отсыдить в ней, можно? Но там кулер внутри. Так, вот, здесь очень пыльно. Постраненный миф. Если у вас в корпусе пыльно, это не значит, что температура в корпусе у вас будет высокая. Слушай, у меня тут весь скотч, скотч тупо умер. Я сажал все вот это на клей. У меня даже носки-диск тупо висит здесь. Это еще один носки-диск. Я уверен, сейчас у кого-то просто, кому-то уже хватает Кондратий. Но прикол в том, что это все работает. Видеокарта вон она еле влезает. Я даже не знаю, как ее сейчас буду заставать. А на самом деле знаю. Я забыл, как ее вытаскивать. Не занимался смазкой видеокарты 150 лет. Давай, давай, вылезай. Вон она, защелка. Все сделано максимально неудобно и не для людей. У меня два варианта. Либо выломать видеокарту, что, наверное, не очень хорошо. Либо сломать палец, а давилку и выдавить, пока ломаю палец. О, прожали, прожали. Все, есть пробитие. Да, танкисты? Ах, полезно. О, как пьяная какаха поутру после Нового года. О, вылезла моя видеокурта. Ха-ха, пожилая карточка вылезла. Фу, сколько грязи. Овной воняет ваша видеокарта, конечно. А, то есть моя. Вот она. Вот, смотри и учись. Вот, хи-хи-хабит. Хи-хи за шаги. Огромная просто дикая видеокарта. Снимаем. Блин, айфон снимает, не поверю. Так, ну, что делать дальше будем с видеокартой, знаете? Ничего не будем делать, мы ее выкинем в окно сейчас. Я сейчас открываю окно и выбрал. Ладно, не буду выбрасывать, а я сейчас комп уберу. Будем заниматься видеокуртой. Вот так, собственно, выглядят внутренности видеокарты. То есть, видите, вот это, собственно, радиатор, а это сама карта. То есть, сама карта, радиатор, больше карты, намного. То есть, вот он толстен, она огромный. Видеокарта, она вот. И она довольно пыльная. Нам нужно стереть сейчас со спиртягой, которой у меня нет, потому что без спирта будем делать все. Нужно стереть термопасту. Видите, ее тут очень мало, скажем так. Она просто превратилась в какие-то останки термопасты. Неудивительно, что температура высокая была. Начнем с простого. Тереть радиатор проще всего, потому что тут нет никаких мелких частей. Тут банально вытер, и все, и нормально. Я знаю, кто-то с спиртом, но у меня реально дефицит спирта дома. У меня даже соды нет. Я в Дикси был, соды не продается. В принципе, ребят, и так сойдет, и так нормально. Я не верю, честно говоря, что если поверхность обезжирить, можно выиграть какие-то существенные градусы. Мне кажется, важнее общее покрытие термопасты, чтобы термопаст была хорошая, хорошо вот это соединение собственно металла с металлом проводила. Грубыми, но не слишком движениями я при помощи инструмента под названием палец, при помощи инструмента под названием салфетку удаляю лишнюю термопасту вокруг собственно крестурика чипа. Вот, ну, как было вы видели, так вот стало. Видите, блестит, как будто роса на солнце. Как гимни Украины. Пил термопасту месяц назад, представляете, и не было времени ее намазать никак, потому что я хотел не просто достать, достать, намазать и убежать, а я хотел как бы все показать, заснять по красоте. И тут скребок должен быть в комплекте. И типа тут гарантия качества. Как думаете, реально крутая термопаста гризли или нет? У кого был опыт или... Потому что мне, не знаю, мне всякое говорят. Вот на самом деле эти интернет-эксперты, это просто дичь. Я этого не понимаю. Люди постоянно говорят тебе всякие вещи, что типа ой, это плохая термопаста, та хорошая. Не, вернее, наоборот, говорят, что вся термопаста плохая. Когда я спрашиваю, ну а какая хорошая? Назови мне конкретно бренд и вот производители с отзывами желательно. Не просто, что я пользуюсь, мне норма, а вот с отзывами людей, которые пользуюсь и все такое. Потому что я перед тем, как купить эту термопасту, помимо того, что Алексей мне советовал этот бренд, я пересмотрел еще где-то 6-7 сайтов, и везде отзывы положительные. То есть, и причем это отзывы не за месяц, это отзывы за несколько лет. И это, в принципе, это правдеподобно, я в это верю. Так что, а, давай попробуем. По-хорошему, наверное, нужно было и чистку снимать вот так вот, но я что-то не подумал. Полилась, ай, полилась, родни. Ля, как полилась. Кто как, кстати, наносит, кто-то от центра, кто-то по краям размазывает, вот так, типа, квадратиком. Вообще, как вариант, я видел, кто-то даже просто кучку наваливает, а потом, типа, она сама там размажется, кто-то карточкой берет карточку из пятерочки, как я, и такой, она размазывается. Так, ну, я, как бы, паста дорогая, так-то, поэтому я не буду, наверное, сильно расходить. А, зачем карточка? Тут в комплекте идет лопатка. Единственная, кстати, термопаста, которую я вижу, с лопаткой. Черт, я как в песочнице играю. Кстати, в детстве очень любил играть в песочнице. Ставь лайк, если ты тоже. Я каналы очень любил выкапывать, но, знаете, как, дождь, грязь, говно, потому что, ну, дорог не было в моем детстве, когда я был маленький, но дорог не было, мы жили в Московской области, там все было покрыто. Дождь идет, покрыто все говном. И я любил копать. Я знаю, скажете, ребят, что Евген слишком часто слово говно использует. Ребят, мы в России живем. Это мой ответ. Если ко мне говорят, ты материшься, ты там говоришь, как-то не так, мой ответ, ребят, мы в России. Очень, кстати, хорошо размазано. Она прям, знаете, как жидкий клей. То есть она, ну, при этом лежит, размазывается тонким слоем. Вот МХ, она вообще не размазывается. Она постоянно липнет. Карточки, но я карточки раньше размазал. Не было у меня козырной лопаты-то. Меня до сих пор мучает сомнение, вот знаете, смутное, что я мало термопасты нанес. Вот ваше мнение в комментариях, кто разбирается, да и кто не разбирается тоже. Ваше мнение, норм или мало, или можно больше было наносить. Она должна улучшать соприкосновение вашего, собственно, радиатора, то есть остужа, вот, кулеров и тому, что к ним прикрепляется, вот эти панели. Оно должно улучшать соприкосновение этих радиаторов с, собственно, с самим чипом для его остужения. В этом смысл термопаста сама в себе ничего не остужает. Это не, не знаю, не кусок льда, который ты приложил, и как бы он остужает, просто чтобы вы знали, как это устроено. Слушайте, ситуация сложная. Поначалу, я когда смотрел, мне показалось, что действительно термопаста прям сильно снизила температуру на 15-20 градусов и, как вам сказать, как бы и да, и нет. Вообще вот на этом тесте видно, что вообще ничего не поменялось, но при этом надо было, наверное, больше тестов проделывать еще до смены термопасты. Сейчас как бы уже поздно, и я же не буду стирать эту термопасту, мазать старую и так далее. Как момент упущен, я все-таки первый раз эти тесты провожу, и не все, не все продумал, как-то грамотно сделать, и поэтому прогнал просто тест со старой термопастой и поставил новую, прогнал снова. Разница в чем? Я разогнал видеокарту еще, вот, собственно, тот процент разгона, который раньше я мог сделать, я его разогнал чуть дополнительно, и что произошло? А произошло то, что температура при этом не сдвинулась. Раньше, когда я чуть-чуть вот подразгонял, у меня резко температура улетала, то есть у меня вот было максимум сколько там, 85 на старой термопасте, а улетало под 90 и выше, то есть, ну, я не мог просто держать на том разгоне, просто было опасно для видеокарты. Сейчас этого не происходит, сейчас вот даже в стресс-тесте, который не РДР, а Фурмарк, там максимум 85. Максимум, при этом я поднял частоту и ядра, и памяти, и там чуть мощности на видеокарту, просто там вот есть пузынук мощности, я чуть увеличил. И при этом температура осталась на том же месте, и обороты кулера, они не увеличились, то есть кулер стал больше работать, чтобы осужать вот это все дело. И температура как бы за 85 в стресс-тесте не выходит, а в игре получается и в играх за 80, то есть 80 это максимум, и, например, в метро, которое будет чуть позже, есть прирост ФПС, поэтому тест такой странный, сложно сказать, насколько я как бы выберу по температуре, но можно сказать с уверенностью, что градусов 5-10 тут есть. Если именно смотреть разные проги, я просто не все, к сожалению, записывал, и нужно было, наверное, более детально все это проводить, но... Но также, также у нас уменьшилась скорость нагрева, то есть нагреваться сейчас стало оно помедленнее, если, например, с холодного старта, то есть я запустил комп, там было 40 градусов, а нагревается это все дело медленнее, чем нагревалось раньше. Так, я тут немножко голый сижу, потому что с утра монтирую, но давайте подведем итоги, итоги все-таки надо подвести. Наконец-то смог и это метро заснять, решил протестить, все-таки метро грузит видеокарту больше, чем всякие RDR, и тут результат, кстати, оказался тот же самый, что и на самом деле в RDR, плюс в среднем 2-3 фпс, и это немного, но зато по температуре выигрыш у нас, слушай, неплохой был, по крайней мере, в RDR, то есть, учитывая, что мы подняли частоты, видеокарта греется у нас меньше, причем, ну так, существенно. Нужно понимать, что все-таки 100 МГц, это, ну, очень мало. Если бы мы делали разгон там с разницей в 200-300 МГц, естественно, там была бы, там бы гэп был бы побольше. Здесь он очень скромный, всего лишь пара фпс, но, слушай, и это важно, и это круто. Так что вот, пишите, как считаете, стоит ли паста своего, учитывая, что она не намного дороже, какой ему темы X2, не намного, там, может быть, слушай, на рублей 100-150, смотри, какой объем покупать. На 300, может быть, если мы говорим о больших объемах пасты, но вопрос, зачем вам покупать наперед огромный объем пасты, тоже не совсем ясно. Но если вы покупаете маленький тюбик, это довольно выгодная покупка, я думаю, что с процессором будет поинтереснее, потому что из процессора, я думаю, сможем выжать побольше из видеокарты. Я и так выжимал довольно много, учитывая, что нагревалась она до 85, а сейчас ее максимум Nokia 80, это вот прям топ в максимальной производительности, к 99% забита видеокарта. Так что вот, ставьте палец вверх, подписывайтесь, такие видосы еще будут, если вы вдруг новичок или тип того. Монтировал я все это очень долго, заняло это буквально целый день работы, то есть вчера я вот это все делал и сегодня с утра продолжил. Было довольно трудно, особенно учитывая, что я вот такие тесты никогда не проводил. Так что, если вы меня поддержите, будет круто и увидимся в следующих видосах. Мы в интернете и мы не прощаемся. Всем пока.